всем привет сегодня у меня первое видео в этом году я поздравляю всех с наступившим уже новым годом желаю в первую очередь вам здоровья чтобы исполнялись все ваши заветные желания в этом году побольше вдохновения удачи и много много новых интересных процессов а у меня сегодня еще отголосок прошлого года сегодня я расскажу и покажу свои итоги декабря покажу свои готовые работы их 3 и покажу также свои покупки и подарки которые получила в декабре прошлого года как обычно я начну показывать в том порядке в котором я вязала и первым был связан вот этот жакет есть видео по нему на канале я оставлю на два процесса которые сейчас покажу есть видео и ссылки на них под видео я оставлю и также в подсказках в правом углу вы сможете их найти это обычный классический жакет с имитацией вточного рукава связан он отдельными деталями снизу прямой и на кнопках я вязала на свой 50 размер его и пряжа у меня этой пряжи осталось вот совсем мало от 500 граммов то есть практически 500 граммов все ушли на этот жакет это пряжа вот такая же только другого цвета это фибра натуралима здесь в 100 граммах 260 метров так цвет который я использовала 42 007 а этот если интересно раз уж показываю 42 030 это стопроцентная шерсть задавали вопросы спрашивали что колется не колется мне это именно шерсть не колется не сказать чтобы очень мягко есть такие вот если например взять мериносовую шерсть она конечно намного мягче но она и не жесткая она очень хорошо тянется и возвращается свое состояние очень понравилось мне это пряжа я из серой еще планирую юбку себе связать потому что я уже убедилась в том что это пряжа для юбок подходит хорошо она будет также держать форму несмотря на то что это стопроцентная шерсть я думаю очень удачный вариант для тех у кого есть какая-то чувствительность к шерсти вот именно это не знаю как всем я за всех не могу сказать мне она не колется здесь я сделала кнопки но они не пришивные а поставила меня есть специальное приспособление очень удобно не нужно вывязывать петли и кнопки можно подобрать даже по цвету я сейчас заказала на алиэкспресс на что-то долго идут не знаю придут не придут но не придут я закажу еще там есть наборы таких же кнопок которые можно ставить под разных цветов эти у меня под золото здесь они хорошо очень даже писались значит связан он как я сказала на 50 размер длина его 66 сантиметров он средняя такая длина и вязала я как обычно такие изделия вяжутся отдельными деталями связала спинку на спинке здесь вот так узор очень мне понравился этот узор он легко запоминается не нужно постоянно смотреть в схему и несмотря на это он смотрится он не не так уж и просто а вяжется просто так прямо спинка по прямой связано здесь я не делала планку на спинку очень многие написали что просится сюда планка но мне нравится очень такая горловина как она именно носки вот комфортно у меня я заметила что именно с такой горловиной изделия они в любимчиках потом остается и этот жакет он тоже мне очень понравился по комфортности и я с удовольствием его буду носить дальше полочки связала здесь v-образный вырез убавляла я видео все рассказывала по сколько рядов сколько петель набирала где убавляла в каких рядах все подробно рассказала если вас заинтересовало вы можете посмотреть также я там и схему оставила и все показывала что нужно рукав имитация точного рукава и этот рукав он укороченный у меня пряжи на длинный рукав не хватило но я тоже многие писали что просится длинный рукав но я могла бы конечно заказать этой пряжи я пока получала эту пряжу из интернет-магазина мир вышивки под видео ссылочка будет на интернет-магазины и вы сможете пройти по этим ссылкам если что-то выбираете то обязательно пользуйтесь промо кодами которые там указаны на скидку я очень люблю укороченный рукав и тоже заметила что именно те изделия которые я ношу чаще всего они все с укороченными рукавами даже если я вижу конечно и длинные рукава но если я вижу длинные рукава я все равно в там как-то автоматически их приподнимаю вот не люблю когда они вот здесь находятся если только самые самые сильные морозы но это довольно короткий период времени сильными морозами мне больше комфортно длина 2 2 3 3 четверти вот такая укороченная и люблю я не очень узкие рукава даже широкие люблю рукава в общем он связан по моему вкусу вы конечно кому это не понравилось воротник и ворот и укороченный рукав можете воспользоваться просто идеей этого жакета узором и связать как вам нравится здесь можно связать если не нравится такой вырез планку так как я вязала кардигане уют я эту планку дальше по спинке то есть она не входила сюда в плечо а она не участвовала в убавление петель и затем планка перед провязывается по открытым петлям спинки картина кардиган уют я тоже оставлю ссылку и кто не смотрел вы сможете увидеть и посмотреть о чем я сейчас говорю и также связать длинный рукав пожалуйста можно резинку по низу можно здесь снизу добавить также резинку саму планку я вообще вязала лицевой гладью просто здесь не резинка это просто лицевая гладь и двойная кромочная я часто очень использую двойную кромочную удобно край получается аккуратненький утолщенный и не так закручивается как он закручивался бы если как как он закручивается когда одну кромочную вяжем некоторые пряжи хорошо переживает одну кромочную она некоторые нужно лучше двойную вязать поэтому здесь я вязала двойную в общем этот жакет мне нравится этот фасон мне нравится я очень люблю классические изделия конечно мне нравится и разные любые и оверсайз и все я сейчас планирую связать есть у меня в голове уже сформировалась идея оверсайз изделие широкая может быть даже там два варианта я думаю возможно типа летучая мышь будет будет а может быть просто оверсайз в общем я пока думаю но что-то такое широкая сформировалась у меня в голове и знаю из какой пряжи буду вязать общем люблю разное но по комфортности вот мне нравится особенно под верхнюю одежду те изделия которые сидят по фигуре вот этот жакет мне очень удобный так я не сказала на него ушло у меня сколько так а ну сказала как же не сказала вот все 500 граммов вот осталось совсем немножко вязала со спицами три с половиной миллиметра следующим был связан джемпер техники реглан погон и на него есть очень подробный мастер-класс такое там я все показала тоже ссылки вы найдете в подсказках и под видео в инфобоксе здесь я вязала классическим способом то есть в первой части прибавки в каждом ряду на плече у меня резинка сам погон резинкой связан и также она продолжается по рукаву здесь уже полная длина рукава фото я вставлю и также на в конце вот такая рельефная резинка и по центру также я сделала рельефную резинку такую же как по нижней части изделия потом она переходит сюда а все остальное это лицевая гладь этот джемпер связан также на мой пятидесятый размер пряжи ализе ланок cotton я впервые работала с этой пряжей и очень очень она мне понравилась я хотела бы еще с ней поработать сам как ложится лицевая гладь сразу да еще до в этого она уже ложится ровно это не знаю это редко такое происходит просто вот как будто ее погладили очень мне понравилось и сам процесс вязания очень приятная нить хорошо скрученная и довольно приятный и слышала отзывы что колется мне она не колется абсолютно особенно после стирки я постирала и я всегда обычно все изделия в которых есть хоть немного шерсти я при стирке добавляю кондиционер для для белья и после этого изделия становится еще мягче и намного колкость уходит и вот здесь вот у меня совсем не колется не знаю может быть у меня что-то произошло с организмом и перестала мне чувствоваться колкость но лана голд я проверяла по крайней мере по-прежнему колется обычная классическая лана gold значит этот цвет 374 в 50 граммах и 160 метров 26 процентов шерсть 26 процентов хлопок и 48 процентов акрил очень приятная пряжа цвет мне тоже очень понравился он немножко с меланжем такой не чисто голубой с белесыми есть одна ниточка я так понимаю что здесь несколько нитей и скорее всего одна выбеленная пряжа очень понравилось эту пряжа получалось интернет-магазина пряжа су и также под видео вы найдете ссылки и на магазин и ссылку на промокод пятипроцентный на ваш любой заказ в этом магазине очень много пряжи смотрите выбирайте есть и ализе и есть европейских брендов пряжа есть что выбрать и в пряжа су и в мире вышивки так что еще спицы три с половиной миллиметра и расход на него очень экономичный у меня ушло всего 350 граммов пряжи там был комментарий какой-то что вы сами то верите что говорите что то такое там что я такого скал 350 граммов пряжи на него ушло я потом пошла то может быть я ошиблась еще его перевесила 3 ровно 350 граммов у меня ушло и по остаткам это тоже было видно сколько осталось очень легкий струящийся удобный вот видите его даже видно как она строится и спицы три с половиной очень хорошо подошли сюда я сначала думала может быть четверкой попробовать попробовала для моей плотности вязания мне показалось рыхловато вот три с половиной идеально так здесь рекомендуют у нас что она тут и рекомендуют три с половиной четыре с половиной меньше тоже не нужно все-таки будет забито на три с половиной очень хорошо реглан погон как рассчитывать как я рассчитываю я показала подробно все три части как вязала как рассчитывала чем большое видео более часа и кого заинтересовало вы можете пройти посмотреть по ссылке вяжется очень легко и быстро здесь нет каких-то сложных узоров единственное что может быть если я буду но я буду не если я буду обязательно вязать еще в этой технике я буду обычно при вязании регланом я начинаю горловину из расчета 58 даже 60 бывает сантиметров здесь можно взять при именно таком при такой технике вязания чуть меньше чем вы берете при обычном реглане то есть если например при обычном реглане 58 можно взять 54 допустим 55 может быть и тогда горловина будет немножко меньше но она вот так когда на столе лежит кажется что она какое-то большое а когда на себя надеваешь мне даже нравится что не под горло этот вырез получается и в общем как она сидит и по комфортности эта техника мне очень понравилось здесь получается что при такой техники изделие похоже на не похоже как бы имитирует изделие с точным рукавом и все изделия с точным рукавом для меня они являются очень комфортными и в том числе вот эта техника мне этим же понравилось поэтому обязательно я буду еще вязать сейчас у меня в работе есть жакет 1 я начала в этой технике но там только самое начало там даже нечего показывать не только сделала расчеты начала жакет в этой технике уже своеобразным вырезом хочу тоже попробовать как она будет сидеть смотреть посмотрю еще первоначальные расчеты сделала дальше буду смотреть как будет получаться этот джемпер длиной 61 сантиметр тоже такая средняя длина ну по видео вы посмотрите у меня рост часто спрашивают метр шестьдесят четыре вот он вот так смотрится уже я тоже не хотела вязать мне там написали что он на вас большой как он на меня большого все сидит хорошо я попыталась поспорить но человек стал со мной тоже спорить ну да бог каждый смотрит своими глазами я вижу у меня по бедрам здесь не болтается все как надо сидит плечи тоже сидят на месте вот идет и не виду проймы может быть чуть-чуть можно было сделать поменьше горловину но я говорю мне это нравится как он как сидит это изделие также предыдущий джемпер которая пока показывала из сиам валенсия он тоже по таким же практическим меркам там совсем небольшая разница связан единственное что я там узор вот этот не вязала просто лицевой гладью и также он сидит очень комфортно и в том числе под верхнюю одежду такие изделия очень удобно носить так что здесь в общем то мне все понравилось ой по спинке здесь я узор не вязала просто лицевая гладь а снизу конечно есть и по рукаву как я сказала по центру погон я продолжила очень удобно такие конечно изделия вязать связал петли закрыл и все связано ничего уже сшивать не нужно да обязательно вязать еще в этой технике мне спрашивали в какой технике мне больше нравится вязать погон или реглан я задумалась но как-то не смогла конкретизировать ответ потому что в общем то мне нравится и реглан и погон и отдельными деталями это все зависит от настроения от желания от пряжи в общем от всего от всего если у меня пряжа например маловато я стараюсь чтобы не ошибиться вязать сверху вниз чтобы уже там корректировать длину рукава и длину если пряжи очень много и мне не хочется вязать сверху то я уже с удовольствием вижу снизу я люблю вязать отдельными деталями изделия мне нравится как они сидят и даже из вточным рукавом и со спущенным рукавом в общем как вы наверное поняли я люблю все вязание от настроения у меня несколько процессов всегда в работе есть и регланом и отдельными деталями вот у меня какое настроение то я выбираю то изделие тот цвет и с удовольствием вижу так и последняя работа декабря это детская не знаю как его назвать кофта кардиган немножко она удлиненная вот так полностью не войдет хорошо очень растягивается эту кофточка я связала для своей внучатой племянницы ей в этом месяце исполнится 10 лет и вот я ей связала такую кофточку связана она из пряжи alize extra не колючая абсолютно и тепленькая так 100 граммах здесь 220 метров цвет 149 интересный цвет передает правильно практически на камеру здесь 90 процентов акрил и 10 процентов шерсть несмотря на то что шерсть всего 10 процентов я вязала и себе из этой пряжи это изделие получается теплыми теплыми приятными шелковистыми я не знаю здесь ничего нет до акрил и шерсть совсем мало а с пряжи очень шелковистая вся вот сколько я из разных цветов одно время я очень много вязала из этой пряжи мне нравилось потом была пряжа еще стопроцентный акрил но вот в это есть 10 процентов шерсти она тоже экстра по моему там 100 ли с какой-то добавкой чем секционная у меня было я вязала тоже мне нравилось здесь тоже я вязала просто отдельными деталями по спинке вот такой узор этот узор очень простой дорожки и перекрещивание жгутики они вяжутся в шахматном порядке их можно любое количество рядов какое нравится под этот узор можно скорректировать под любую пряжу под любое изделие вообще изначально я этим узором планировала вязать совсем другое изделие но когда начала вязать образцы и выбирала каким же изделием связать кофточку племянницы как-то вот мне именно этот голову пришел и им связала ну еще то изделие которое я собиралась вязать я тоже свяжу значит спинка здесь вывязаны скосы хорошие по плечам дальше полочки отдельно и когда я вязала полочки здесь я вязала цель навязанную планку вот такую же которую как у меня на кардигане капли дождя только там я ее вязала сверху цель навязанной здесь снизу вязала цель навязанная планка полочка затем я вывязала закрыла эту планку вывязала на оставшихся петлях углубления по горловине затем сшила по плечам набрала петли по горловине связала резинку и затем уже из проймы набрала петли для рукава и вязала вниз небольшими убавлениями здесь и в конце резинка по нижней части изделия тоже резинка думаю что будет как раз если удастся потом когда я подарю эту кофточку сфотографирую и выложу в инстаграм фотографии уже на самой применится здесь я обычные пуговки пришила у меня их было пять штук я сначала попробовала пришивать их не через три а через четыре чтобы они ниже опустились но мне так не понравилось как-то больше большего то я было расстояние наездить искать эти пуговицы я даже не помню где их покупала они у меня лежали я не стала решила немножко перешила в общем сделала через три вот этих элемента пришила и внизу немножко остается это даже мне кажется наоборот интересно смотрится 5 пуговиц очень удобно эта планка в том плане что тоже не нужно заморачиваться заранее рассчитывать где вывязывать петли любое любое отверстие выбираете и даже пуговицы пришивать удобно допустим вот я в одну пришила затем через три в следующий через следующий и также с обратной стороны пришивать очень удобно также считать этим мне нравится тоже планки из платочной вязки там тоже легко считать по дорожкам и небольшие пуговицы сюда проходят очень хорошо но это пряжа она вообще эластичная сюда бы и больше даже размер пуговицы пуговиц подошел но эти мне очень понравились и по цвету они сюда подходят там еще внутри не знаю это видно нет есть небольшое вообще кстати пуговицы неправильно передает свет он тоже этого же оттенка только более светлый там внутри еще есть прозрачная пуговицы самой и вот это по этой прозрачности она через нее видно вот этот свет и смотрится вообще красиво так все это была последняя работа так стать и расход у меня 400 граммов пряжи она именно это она не легкая здесь 220 метров расход не очень у нее получается экономичный но говорю изделие подходит получается теплым если кстати вязать просто лицевой глади то конечно гораздо меньше уходит на жгуты вы знаете что уходит пряжа намного больше так это все это последняя работа и сейчас я покажу вам что я купила и покажу посылку которую я получила в подарок в декабре очень много пряжи сначала покажу то что я сама купила два вида пряжи для меня новой впервые буду вязать из этой пряжи из одной вот я сейчас уже показываю 3 ма . так как она уже у меня в работе не смогла удержаться сразу начала вязать и уже там 2 маточек у меня в работе это пряжа от мадам трикот если правильно я называю кто как называет она аналог ализе cotton gold но она намного мягче по толщине она примерно такая же здесь в 100 граммах 280 метров и состав 49 хлопок 51 49 процентов хлопок 51 процент акрил так если цвет 023 рекомендуемые спицы 34 я вижу спицами три с половиной тройка мне показалось маловато для этой пряжи очень хорошо ложится изумительно просто мягкой вот cotton gold она похожа да но она как сказать более матовая а это она даже с каким-то небольшим блеском и цвет такой интересный общем очень она мне понравилась я вот решила попробовать для разнообразия cotton gold мне тоже очень нравится так как это практически аналог этой пряжи я не знаю кто за кем повторил но в общем полухлопок это вообще у меня самая любимая пряжа также вы знаете что у меня одна из самых любимых пряж и это ализе суперлана классическая и вот я увидела пряжу которая также является ее аналогом но она тоже отличается на тоже намного меньше вот это кстати я не сказал она как называется наверное вот это и есть название cotton и все да да мадам кутон другого название здесь нет а это вот так называется и здесь тоже также как в ализе суперлане в 100 граммах 280 метров 25 процентов шерсть 75 процентов акрил то есть тоже одно и то же но она тоже мягче и тоже хотя суперлана тоже она не тусклая есть в ней блеск но это мне кажется еще больше перламутровая тоже хочу что-то попробовать связать это серый тоже с легким меланжем цвет цвета я смотрела есть довольно симпатичные не знала что выбрать но вот решила взять пока попробовать такой серый цвет конкретно пока я еще не решила что я буду из этой пряжи вязать но я думаю что так же как из суперланы у меня сказать это пряжа низова не заваляется у меня суперланы сейчас нет в наличии потому что как только она мне появляется я обязательно что-то придумываю что связать один у меня 5 моточков один я уже начала вязать образцы поэтому здесь у меня его нет этого взяла упаковочку и это я купила по упаковке вот такие два новых вида пряжи я купила сама а теперь я покажу вам посылку которую я получила очень очень издалека человек который прислал мне эту посылку она захотела остаться дедом морозом я конечно благодарила и очень много у меня слов которых бы я хотела сказать но трудно выразить такую благодарность уже не первый раз я получаю подарки я говорила что на день рождения получила перевод получала от нее же и сейчас получила и перевод и посылку на новый год посылкой сейчас вам покажу просто шикарная пряжа которую тоже я ни разу не держала в руках и такую пряжу у нас не продают сейчас все покажу все пряжи из посылки у меня даже не помещается на столе поэтому буду постепенно начну с бобин вот и у меня появились бобины это пряжа не покажу конечно я прочитаю букле 30 процентов шерсть пол значит 70 процентов акрил буклированная пряжа вот такая бобина и вот такая огромная еще бобина здесь полтора килограмма здесь килограмм и взвешивала правда вместе с конусом я не знаю кто знает сколько весит конус пряжи такой пряжа шикарная я попробовала связать образец не взяла его сейчас собой пока пробую какие спицы подобрать вяжется легко в одну нить здесь сами вот эти как сказать буклированные части они не очень длинные и такие как запутанные немножко и спица в них не попадает если только наверное вязать очень-очень маленьким размером спиц ну это я не знаю я не пробовала мне сразу начала стройки и три с половиной пока выбираю три или три с половиной так то она не очень конечно толстая за счет вот этих букле я не знаю вязать ее просто как она есть букле или сделать добавить еще какую-то дополнительную ниточку пока я думаю обязательно будет кардиган из этой пряжи это точно пока я думаю как он будет выглядеть точно ну скорее всего это будет кардиган с широкой планкой своеобразной горловиной и возможно с карманами я видела алена абель вязала из букле раваны пряжи тоже и маргарита вязала кардиган и очень мне нравится как они выглядят как они смотрятся на человеке можно так сказать поэтому я обязательно свяжу кардиган тяжелые такие бобины в общем буду вязать цвет цвет очень мне нравится здесь нет номера цвета вот все что здесь есть я вам прочитала то что написано цвет я даже не знаю как его назвать он немного такой фиолетово сиреневый и спросить и очень красивый цвет мне нравится я думаю что кардиган получится очень красиво и буду с удовольствием его носить тоже я попробовала прикладывать образец и и мне показалось что пряжа не колкая но здесь 30 процентов шерсти все поэтому я думаю что слишком колодца она не будет сейчас уберу бобины они занимают у меня пол стола очень тяжелые и еще несколько видов пряжи которые есть вот одна упаковка целая остальные уже для меня бережно смотаны и каждый моточек в zip пакетики это очень приятно мило так сначала покажу вот эту пряжу она меняет цвет камеры я вижу но как правило такие сложные цвета они действительно так себя ведут я сейчас сначала покажу потом попробую брать и один моточек обычно бывает не так реагирует камера вот такой интересный цвет не совсем сейчас правильно конечно показывает я не знаю у нас я не видела такую пряжу вот смотрите как она называется это пряжа значит цвет здесь 0 0 0 9 3 0 9 и здесь вот написано 85 процентов акрил 15 процентов нейлон как я понимаю китайская пряжа здесь написано сколько сколько петель и рядов 3030 в общем здесь надо смотреть очень мягкая просто я не знаю казалось бы вот такой состав до акрил и нейлон а впечатление что это мериносовая шерсть вот настолько она по ощущениям мягкая и шелковистая вообще китайцы много китайской хорошей пряжи вот в частности норка и другие некоторые я встречала артикулы так вот еще сейчас ниточку получится аккуратно по-моему я зря это делаю ладно не буду она тоненькая тоже я думаю что можно и в две нити даже ее вязать может быть и в одну я же любитель поковырять тонкие спицы слабо скручены они слишком сильно но достаточно для того чтобы не расслаиваться при вязании пока что я буду вязать из этой пряжи я тоже пока еще не придумал ну конечно обязательно что-то свяжу здесь 6 на . здесь кстати где написано я не вижу чтобы здесь было написано сколько граммов в одном моточке я сейчас берусь и положу на весы моточек или так она не вижу вижу вот же в 100 граммах 600 метров ну да она тоненькая 100 граммов 600 метров все понятно невнимательно смотрю и здесь у меня получается 6 моточков конечно этого достаточно для для того чтобы связать взрослая изделие хоть мне и дарительница так сказать сказала что эту всю пряжу она прислала мне на пробу какая мне понравится вот чтобы я и сказала и в общем так далее здесь каждой пряжи хватает на полноценное изделие не только на пробу так я же хотела убрать пряжу и один моточек попробовать показать может быть правильно цвет да передаст сейчас попробуем так вот так все равно немножко не так передает он более светлый чем показывать на камере а в оттенок в общем-то практически правильно нет все равно намного темнее показывает так дальше вот такая изумительная пряжа здесь все подписано 50 процентов хлопок 20 процентов поле это наверное полиэстер или полиамид в общем хлопок с чем-то это фантазийная пряжа вот с такими вот частями очень тоненькая ниточка я не знаю кстати вяжут фантазийную пряжу в две нити я думаю что нет мне так кажется может быть и вяжут просто я думаю что если например встретятся два вот эти вот эти две вот эти части да то наверное уж совсем будет толсто скорее всего ее нужно вязать в одну нить но основная нить очень очень тоненькая хотя она надежная такая потому что все таки здесь хлопок и в пряже хлопок очень ощущается чувствуется приятная на ощупь на лето мне кажется что-то связать это будет очень здорово но цвет просто вообще изумительные обожаю такие цвета у нас только свежий и подходит мне кажется и для зимы и для лета и для весны и для осени вот он настолько универсален красивый очень красивый здесь 5 мотков каждой моточки я пробую взвешивала больше 100 граммов где-то 120 где-то 130 где-то 112 вот так вот в общем тоже на полноценное изделие естественно хватит дальше так что-то у меня тоже как будто меняет цвет камера что-то есть сегодня все не нравится вот такая пряжа здесь тоже моточки смотаны и в каждом тоже больше 100 граммов и это так вот что мериносовая шерсть она настолько приятная что мне даже не просто слов нет и цвет вот как мне нравится тоже свежий свежий цвет тоже немножко неправильно передает на камеру он более нежный в нем нет столько зелени сколько показывает на камеру он цвет мяты вот такие моточки очень тоненькая ниточка это я думаю конечно в одну нить вот что-то я щас опять накручу в одну нить не стоит вязать вот начало потому что совсем наверное ничего не видно будет если в одну нить вязать и 5 лет вязания и будет изделие готова вот такая тоненькая ниточка очень нежная приятная и я даже уже придумала что я буду вязать из этой пряжи мне очень хочется уже начать у меня сейчас пять процессов в работе но очень хочется срочно начать и 6 сколько здесь метров я не знаю но в общем много я думаю это не столь важно в любом случае здесь все вместе по моему также 500 граммов естественно этой пряжи хватит здесь очень большой метраж вот такая мериносовая шерсть дальше вот такая еще шикарнейшая пряжа тоже и здесь я сначала подумала что четыре моточка одинаковые пряжи оказалось что здесь два моточка одной пряжи и два другой но они одного цвета практически один и тот же цвет разница в том что вот в этих я буду открывать они тоже огромные это стопроцентный хлопок все подписаны вот такая вот но цвет просто у меня нет слов это коралловый или до коралловый . вот она тоже тоненькая тоненькая нить но здесь вот я задумываюсь о вязании даже в одну нить вот такая отчаянная но возможно еще и передумаю и сейчас покажу вторую пряжу вторая как приятно доставать из этих мешочках вот такая вот смотрите цвет чуть-чуть даже нет даже не отличается практически только здесь немножко цветит светят эти вкрапления кажется что она другая она первый на если так резко взглядом посмотреть цвет не отличается здесь 50 процентов хлопок и 50 процентов тоже поле я думаю что полиэстер скорее всего значит здесь нить основная она тоньше чем вот это что ты сегодня вот все же получалось когда я смотрела сама без камеры а сегодня у меня получается брать только большими не оттуда мотаем вот смотрите это ниточка она смотана уже в две нити и она имеет вот такие вкрапления вот видно да вот такая красотища и я думаю что не не только думаю но и уверена что я из этих моточков свяжу одно изделие чередуя эту пряжу и эту и мне кажется это будет очень очень интересно разные фактуры но одного цвета это просто мне я когда вот эта мысль мне пришла в голову меняешь внутри там кто-то внутри меня кто-то запищал радости и удовольствие обожаю такую чудесную пряжу вообще пряжу люблю вот такая пряжа так пряжа это вся огромное огромное спасибо мне слов нет передать поэтому я не буду тут выдумывать что-то я естественно человека поблагодарила и еще в посылке были вот такие чудесные вещи это всегда нужные работе булавки для съема 5 петель аккуратненько здесь четыре размера вот такая большая меньше поменьше и совсем маленькая вот такая очень удобно когда по горловине планку снимаешь еще что-то вот такие но в общем да не все удобные и мне очень нравится тем что они тонкие тонкие и заостренным немножко кончиком очень удобно снимать петли на такие булавки бывает что булавка толще чем сама пряжа вот для тонкой пряжи вот эти очень хорошо подойдут не будут растягивать петли тоже огромное огромное спасибо это сразу сейчас пойдет мой все рукодельный уголок как очень нужные вещи и вот это чудо выглядит оно так же как вот обычно и в алиэкспресс бывает что-то подобное это но это такое качество вот я посмотрела совсем отличается во-первых именно такие маркеры я искала очень давно чем они отличаются значит сначала в коробочке скажу очень легко открываются очень легко закрываются качественные прямо чувствуется все и нужно ломать руки самое главное что маркеры они внешне все похожи но большинство маркеров которые я покупала в надежде найти вот именно вот такие маркеры они плохо туго закрываются и имеют тупой вот вот этот кончик здесь же все идеально очень легко открываются и закрываются и имеют острый кончик вот такой это как раз вот то что в общем лучше не придумаешь называется несколько цветов эти марки такие маркеры я очень часто использую в работе при вязании регланом когда вижу росток и эти маркеры для меня очень удобные тем что имеют тоже разные цвета я знаю каким маркером что я отметила начало ряда у меня обычно одним цветом отмечаю в общем какие-то раппорта узора еще что-то эти маркеры очень очень полезны и нужны прямо мне так понравилось эта коробочка хочет ее открывать и закрывать ну в общем посылка конечно изумительная когда я ее получила я разложила все на своем вот этом рабочем столе и это было еще перед новым годом и до сегодняшнего дня я сейчас только ее перед съемками убрала эту пряжу так она у меня вся на всем столе разложенная лежала и я периодически ходила на нее смотрела и знаете вот так вздыхала так бывает у вас такое в общем огромное огромное спасибо чудесная пряжа и в общем за все большое большое спасибо мне очень приятно даже в какой-то степени как-то и неудобно и кажется но вот за что мне столько всего потому что это уже не первый раз вот как бы такое внимание ко мне и мне очень-очень это все приятно в общем это были довольно хороший я считаю итоге декабря очень много приятного перед новым годом и так настроение обычно перед новым годом всегда немного выше чем обычно но здесь она просто зашкаливала надеюсь что и в этом году каждый месяц будет не менее продуктивным и интересным и желаю вам того же самого желаю чтобы у вас не иссякало вдохновение чтобы все ваши процессы у вас получались с первого раза чтобы было много много интересных процессов и удачных процессов и вяжите в удовольствием на этом у меня все большое спасибо за просмотр и до встречи в моих новых видео видео м м м м м Продолжение следует...